Человек, который бросил прибыльную карьеру ради искусства, променял цивилизацию на островную жизнь, из-за него Ван Гог отрезал себе ухо. Сегодня я расскажу про жизнь и творчество Поля Гогена. Поехали! Любовь к экзотическим землям Поля Гогена спитал буквально с молоком матери. В детстве он жил в Перу, а в юности устроился на флот и объездил весь мир. Потом, в 1870-х годах, жизнь Гогена шла как по маслу. Его по знакомству устраивают на работу биржевым брокером в Париже. Он женится, растит детей. Весьма прибыльная работа позволяет ни в чем себе не отказывать. Но Поль не был счастлив. Ему чего-то не хватало. Именно в этот момент Гоген открывает для себя мир искусства. Знакомится с работами имперсионистов и собирает довольно внушительную коллекцию полотен. Ну а потом и сам берет в руки кисть. Вначале это было лишь баловство, хобби выходного дня. Но постепенно занятия живописью так затянули Поля Гогена, что он понял, это и есть дело всей его жизни. Так в возрасте 37 лет Гоген решает оставить прибыльную карьеру и полностью посвятить себя живописи. Кстати, хороший пример. Учиться новому никогда не поздно. Но, к сожалению, кроме самого Поля Гогена его работы никто не считал гениальными. На выставках его полотна критиковали и покупать их никто не хотел. Да ты давай что есть, что поделаешь. Слушай, но мы ничего не продали. Деньги заканчивались. Ссоры с женой становились обыденностью. Своё жильё Гоген потянуть больше не может. И они переезжают к родителям жены в Копенгаген. Только вот там, кроме жены, Гогена начинает пилить ещё и тёща. Поэтому художник, оставив семью, возвращается в Бориш. Всё это время Поль пытается продать хоть несколько своих картин, чтобы выбраться из долгов. Но тщетно. И тут подворачивается случай немного подзаработать. Его знакомый арт-дилер Тео Ван Гог, младший брат того самого художника Винсента Ван Гога, предлагает платить ему ежемесячное содержание, если он переедет к Винсенту в Арль. Ван Гог не раз приглашал Гогена в этот французский городок, так как восхищался его талантом. И хотел создать в Арль каблуну художников во главе с Гогеном. Но французский коллега всегда отказывался, пока нужда не заставила его принять приглашение. Я счастлив видеть тебя, Поль. Порой я сутками ни с кем не разговариваю. Я так ждал этого момента. К сожалению, художники не сошлись характерами. И апогеем их совместного проживания стала ссора, после которой Винсент Ван Гог отрезал себе мочку уха. Есть также версия, что ухо Ван Гогу в перепалке повредил сам Гоген, так как Поль был известен своим крутым нравом. Но и эту версию нельзя подтвердить на 100%. После этого печального случая Ван Гог отправился в психиатрическую лечебницу, а Гоген уехал искать вдохновение на Таити. На острове Гоген купил себе небольшую соломенную хижину и даже обзавелся женой, 13-летней таитянкой, которую часто изображал на своих полотнах. Именно на Таити художник пишет свои самые знаменитые картины. Время от времени Гоген отправился почтовыми судами своей работы во Францию, надеясь продать их. Но безрезультатно. Время идет, деньги заканчиваются. И через пару лет Гоген возвращается в Париж с целью все-таки продать картины, написанные на Таити. Но художника снова ждала череда неудач. Его выставка стала провалем. Картины никому не понравились. Тогда Гоген отправился к жене и детям в Копенгаген. Но спустя столько лет отсутствия дети перестали узнавать отца, а жена просто выставила его за дверь. Сломленный Гоген принимает решение снова уехать на Таити. На этот раз навсегда. Там, как последняя капля художника, настигает известие о смерти любимой дочери. Изнуренный нищетой и болезнью, Гоген решает написать свое последнее полотно. Откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем. После чего покончит жизнь самоубийством. Он принял во много раз увеличенную дозу опиума и поднялся в горы, чтобы проститься с жизнью в одиночестве среди любимых пейсажей. Но и тут у Гогена ничего не вышло. Опиума оказалось слишком много и организм отвергивал. Придя в себя после нескольких недель, художник отправляется в свое последнее путешествие на Маркизские острова, которые стали его вечным пристанищем. Поль Гоген умер в 1903 году в своей хижине на острове от сердечного приступа в возрасте 54 лет. Немногим позже пришел очередной почтовый корабль. Друг написал, что в настоящий момент на Гогена смотрят как на удивительного. Поистине легендарного художника, который из далекой океании присылает изумительные полотны. Спустя три года 227 его работ были выставлены в Париже и произвели подлинный фурор. Но Гоген так и не удостоился радости получить признание, в которое он так отчаянно верил при жизни. Продолжение следует...